Добрый день, друзья! Сегодня хочу записать ответ на важный вопрос. Здравствуйте, Наталья! Если можно, расскажите, какие действия с моей стороны должны быть после оплаты клуба? Как подключиться к вам через компьютер? Как происходит погружение? Если я этого никогда не практиковала, мне вообще сложно расслабляться. Нигде в ваших видео вы не говорите или я пропустила. Спасибо! Смотрите, друзья, сейчас много людей, кто подключается к нашей системе и кто начинает тренироваться. И тренировки мы вот сразу рекомендуем, во-первых, начинать с того, что тренируем расслабление. И для этого использовать можно разные примеры. Просто медитацию расслабляющую, релакс какой-то. Желательно все-таки отвыкать от музыки, привыкать к тишине, к внутренней тишине. Можно использовать ванну, когда вы сливаете воду, расконцентрируетесь. Любые приемы. На самом деле сегодня техник на расконцентрацию очень много. И у нас на канале вы можете найти. Главное научиться погружаться в себя. Причем погружаться, сдвигая точку сборки сразу в субъективное. Четко осознавая, что вы будете выстраивать свою собственную реальность. Вы находитесь внутри. Вы не идете в астрал, в ментал. При погружении вы не уходите в космос. Вы идете в себя. Только в себя, никуда больше. И поэтому встретить там чудовища, сущности, еще кого-то нереально. Поэтому страхи сразу убираем. Технические вопросы. Если вы зарегистрировались на клуб, у вас будет ссылка. Вы сможете видеть клубное занятие. Там будут полочки такие в кабинете в вашем. И на полочках стоят книжечки, папочки. И вы будете очередную папочку видеть тематическую. И будут старые клубы, которые вы также можете приобрести в дальнейшем. Для того, чтобы самостоятельно вести тренировки. То есть это практические погружения. Пока мы нарабатываем практическую базу начальную. Для тех, кто хочет присоединиться и тренироваться уже серьезно. Дальше. Кроме этого, у нас будет возможность в этом кабинете видеть возможность семинара. Которые будут, и человек может их точно так же приобрести. И точно так же с кабинета подключиться. Либо которые прошли, которые можно купить. Будут и те, которые нельзя купить. То есть есть типы семинаров, например, внутренней отладки. Которые бесполезны для людей, которые в них не принимали участие непосредственно. Поэтому, соответственно, их нельзя будет приобрести. А будут семинары, которые можно подключиться, скачать и просмотреть в видеозаписи. То есть когда вы сами не принимали участие. И будут семинары, которые планируются. Именно как обучающие программы, когда вы в режиме онлайн работаете. Будут и живые семинары, очные. Тоже, но их мало. Пока две программы, которые мы видим в очном варианте. И пока они в расписании не стоят. Вот осенние прошли, весенних еще нет. Из важного. Платформа Subrition.com, она рассчитана как для тех, кто тренируется для себя. И будет использовать это в своей личной жизни или в бизнесе. Так и для тех, кто хочет оказывать профессиональные услуги. Зарабатывать на этом тоже. То есть это все вместе. Профессиональные кабинеты откроются чуть-чуть позже. Это будет этот же кабинет, только немножко с другим апгрейдом. Это все возможно. И это все будет идти в рамках субъективного восприятия. То есть впихнуть сюда таро, карты и так далее. Вы можете пытаться, но вряд ли у вас это получится. Не надо этого делать для того, чтобы не сбивать результаты. Все-таки реально у субъективного восприятия и у инфодайвинга на сегодняшний день никто рядом конкурировать не может. Реально очень крутые результаты. И хочется, чтобы они шли, чтобы не относили на нас, не навешивали ярлыков, что на вашей платформе мы там ерунде научились. Или у вас там секта или еще что-то. На начальных этапах люди приходят разные. Потом идет выравнивание и идет раскрытие индивидуальности. И когда раскрывается индивидуальность человека, в дальнейшем он сможет какие-то инструменты и другие использовать. Но это будет все в субъективном восприятии. Он сам решит, чем пользоваться. И поверьте мне, все, что касается внешних игр, уже отваливается. Если ты слышишь себя, зачем спрашивать у маятника или зачем карты? А инфодайвинг – это про то, чтобы услышать себя. Поэтому очень многие инструменты становятся нецелесообразными. Это не столько ограничения, сколько человек сам к этому приходит, но есть этап, пока он до этого не дошел. Этап вспоможения. Дальше. Инфодайвингу может обучаться абсолютно любой человек. Абсолютно любой человек. И это нормально, потому что в данном случае человек учится слышать самого себя. Не кого-то, а самого себя. То есть человек идет к себе и приходит в состоянии, когда он честен сам с собой и искренен сам с собой. Это ключевое состояние. Потом он находит в себе ответственность. Потом он находит в себе, раскрывает Бога. Потом он раскрывает в себе Творца. Потом он раскрывает в себе Создателя. И в конце он приходит к состоянию, когда он является абсолютом. абсолютом, когда он целостен, он един со всем окружающим миром, а у него нет надобности причинять кому-то боль, вред и так далее. Это все про инфодайвинг, вот это на самом деле очень глубокая и духовная работа в том числе, поэтому любой человек, который желает начать, желает начать, а это целый путь, вот он может подключиться и работать, желает воспользоваться услугами, опять-таки, все платежи, все будет идти через платформу sabrishin.com, к ней сейчас пристегнута платформа скачайка.com, это все одна система и все будет осуществляться через кабинеты, они полностью прозрачны, человек может видеть, что, как, когда воспользоваться старыми материалами, приобрести новые материалы, то есть и другие люди могут воспользоваться информацией о том, что же он на самом деле прошел, какие у него на самом деле результаты, какие отзывы о его работе пишут люди и так далее, то есть это открытая платформа для специалистов, там, где вот действительно можно прийти, понять, обучиться и иметь результат, решить какие-то вопросы. Поэтому хотите подключиться к клубу, подключайтесь, все просто, заходите, регистрируйтесь, оплачивайте и работайте в кабинете. Мы видим всех подключившихся, мы видим то количество устройств, которое включено на каждый кабинет, мы видим всю информацию, на сегодняшний день платформа активно дорабатывается и если где-то возникают косяки, мы их устраняем, потому что мы только-только запустились, еще недели не прошло, как мы запустились и еще действительно очень большой объем работ предстоит. Но мы двигаемся вперед и нашему проекту нет еще года, а мы для годового проекта, я считаю, мы имеем очень хороший результат и очень хорошую базу, очень хорошую платформу.